друзья добрый день здравствуйте сегодня бы хотела с вами поговорить о небольших нюансах маленьких секретиках при вывязывании вертикальной планки как правильно расположить петли как правильно расположить пуговицы чтобы планка выглядела более опрятной и более профессиональной их совсем немного это не то чтобы лайфхаки это просто на самом деле небольшие правила которые стоит соблюдать первых самое главное это направление застежки направление закрытия планки надо помнить что мужчин и женщин планочки закрываются на разные стороны это очень важно соблюдать вот сейчас перед вами женская кофта и она закрыта справа налево но мы смотрим на нее лицом если бы она была надета на нас то мы бы закрывали ее справа налево у мужчин закрывается застежка в обратную сторону сейчас очень часто в магазинах можно встретить одежду для мужчин для женщин с планками которые направлены в другие стороны не в нужные это объясняется тем что бренды наши шьют одежду унисекс экономят и поэтому делают застежку на какую-то одну сторону либо на мужскую либо на женскую им все равно одежда подходит и туда и туда понятно что универсальной одежды кроме допустим застежки молнии не существует если мы говорим про планку с пуговицами куда-то все равно надо будет ее развернуть это все понятно это все объяснимо но мы то с вами знаем кому мы вяжем вещь мы не вяжем вещь какую-то универсальную для всей семьи поэтому будьте пожалуйста внимательными когда вы выполняете планку особенно выбираете сторону для петель я имею ввиду отверстия для пуговиц вот эти вот прорезные отверстия вот теперь направление петель направление петель должно соответствовать направлению планки если у вас планка вертикально то и петельки должны быть вертикальные давайте посмотрим любую вещь покупную посмотрите вот у меня рубашечка если вы возьмете мужскую рубашку вы увидите такую же точную историю петли я имею ввиду опять же отверстия для пуговиц прорезные на планке вертикальной допустимо горизонтальная петля на стойке пожалуйста но это достаточно сложно выполнить при вязании не то что сложно но это затратно по времени и на самом деле овчинка выделки не стоит потому что мы не делаем слишком большие петли на трикотажном полотне на то но и трикотажное полотно и можно в принципе выполнить все петельки вертикально здесь правда скрыть еще один небольшой я бы сказала подвох он заключается именно в структуре трикотажного полотна вот когда мы планку шьем да мы ее вырезаем из ткани мы соблюдаем долевую нить долевая нить и бьет как правило вертикально петли тоже идут вертикально растяжение вдоль долевой нити у нас нет у нас есть вот так может быть растяжение у нас может быть вот так растяжение то есть по диагонали либо поперек но обычно вдоль долевой нити растяжения нет нет здесь же планку в основном мы вывязываем в обратном направлении то есть долевая нить как бы до направлении вязание у нас идет перпендикулярно этот момент надо помнить и чтобы петля не растягивалась петлю надо вязать очень аккуратно и не раскляпана она должна быть плотненькой можно ее даже дополнительно армировать то есть усилить чтобы она не растягивалась для этого есть всякие разные приемы как вывязывать у меня вот в частности планка двойная она идет цене перегиба и соответственно я вывязала сначала петлю с одной стороны планки потом с другой и вместе где эти дырочки соединялись их просто сшила тоненькой ниточкой вот разобрала основную нить это у меня пехорка по-моему аргентинская или новозеландская новозеландская я просто раскрутила ниточку достала тоненькую нить и просто прошила ее я ее усилила и петля вообще не растягивается совершенно никак поэтому помните да что направление относительно изделий лучше все-таки давать вертикально это смотрится более профессионально но мы помним что относительно планки если мы ее вывязываем именно наборной то есть набираем петли и вывязываем перпендикулярно нашему вязанию направлению вязания то получится что относительно планки то они как раз горизонтальные и это надо помнить надо просто ее делать более жесткой эту петлю следующая тема которую надо обязательно помнить это место для отверстия пуговицы место для петли понятно что первое что приходит в голову друзья это посередине планки но это не совсем так давайте я приближу и вы поймете о чем я говорю вот эту разрезную петлю следует делать не строго по центру а чуть-чуть сдвинутый в сторону края планки поэтому если вы придумываете сколько рядов в планочке вам делать пожалуйста учтите это и сделайте петельку допустим здесь вот у вас три ряда до петли а после петли вернее включая ряд в котором находится сама петля сама вот это вот отверстие 2 чтобы чуть-чуть было смещено в сторону края зачем это делается вот смотрите когда мы вставляем пуговицу естественно и когда мы носим эту вещь на себе планки на наши подвергаются вот такому воздействию они как бы постоянно находятся в напряжении и если мы сделали отверстие чуть-чуть поближе к краю то выглядит все это более-менее логично ну вот планка заканчивается сразу после пуговиц если мы сделали строго по центру то тут будет достаточно большой участок планки просто болтаться в воздухе а когда это все еще будет напрягаться на наших с вами прекрасных формах это вообще будет топорщиться и будет выглядеть очень некрасиво поэтому наша цель чтобы из-под пуговицы торчало минимум вот этого вот минимум верхней планки минимум поэтому чуть-чуть мы сдвигаем петельку в сторону края если мы говорим про пуговицы пуговицы можно пришивать по середине либо чуть-чуть с небольшим смещением в сторону обратную от края то есть в сторону от стыка с основными деталями и тогда у нас как бы мы не носили как бы мы не застегивали планка и в застегнутом и в расстегнутом виде будет выглядеть аккуратно это очень важно делать всего лишь один ряд и совершенно по-другому смотрится планка вот пожалуйста запомните вот этот момент меня научили этому когда я ходила на курсы кройки и шитья я благодарна своему педагогу что она про это рассказала потому что на самом деле вот эти вот миллиметры они решают в вашей работе все планка это лицо изделия как будет выглядеть планка и в расстегнутом и в застегнутом виде очень важно и если у вас вот здесь вот трепыхаются достаточно ну такой же точно кусок как из с другой стороны это выглядит некрасиво вот присмотритесь просто к планкам и вы поймете о чем я говорю естественно планка изнутри должна выглядеть идеально не должно быть здесь никаких узлов никаких спорных швов никаких торчащих ниток никаких не закрытых припусков на швы все должно быть аккуратно потому что если вы расстегнули ваше изделие и вдруг подул ветер и планки пола вернее кофты распахнулись вы должны быть уверены в том что у вас там все красиво и аккуратно что касается отверстий для пуговиц я вам рассказала что они выполняются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга единственное исключение опять же это верхняя пуговица и нижняя пуговица их можно сделать ближе к соседям вот вы видите что верхняя пуговица у меня на планке она как бы сама по себе а потом начинаются пуговицы которые будут пришиты через одинаковое количество петелек сантиметров промежутков и вверху это допустимо потому что у нас здесь как бы стоечка и это пуговица именно для стоечки а внизу пуговицы на резинке тоже на таком же ближнем расстоянии от соседа таким же образом допустимо потому что она помогает держать резинку внизу изделия это очень хороший ход поэтому не пренебрегайте им и вещи выглядят конечно более более скажем так профессионально вот и все небольшие секреты по выполнению планки планка должна быть аккуратная пуговки должны быть подобраны хорошо они не должны оттягивать планку то есть они должны были они должны быть соизмеримы по весу с нитками не должно быть на тонком полотне очень тяжелых пуговиц и наоборот на тяжелых полотнах вязаных лучше все-таки брать пуговицы помассивнее начать осмотрится не очень все это красиво планка должна быть отделана изнутри аккуратно пуговицы на равном расстоянии нахождение отверстия для пуговицы чуть-чуть смещено в сторону края имейте ввиду что если вы будете оформлять край вот как я при помощи двух рядов полой резинки и закрытия потом иглой то это создает дополнительные сантиметры поэтому вот здесь у меня как я не старалась все равно вот эта вот разница между левой и правой стороной планки относительно вот этого отверстия она не такая уж большая но все-таки все равно есть я думаю что здесь как раз я пришью большую пуговицу и у нас у меня все получится помните об этих простых правилах и ваши планочки будут выглядеть очень изящными